Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, а что-то нас Макс не отпускает, да, Енотика прям решили завести вовремя, да, как всегда. Ну, в общем, ивент завезли на Енота Макса, точнее, на его скинчик, но перед этим идут вот такие вот интересные награды, особенно меня интересуют вот третья награда и пятое. В принципе, на них неплохие вроде как должны быть шансы, поэтому попробуем сегодня, как говорится, это выполнить, потому что у нас сегодня плюс 15 победителей игрока, играя за Енота Макса. Ну, как всегда, вот играю за Енота Макса в тот момент, когда на него выдают ивент. Совпадение, мне думают. И ладно, отправимся в общем в бои, ивентовые, будем сегодня у них проходить, сборку вроде как менять я не собираюсь, думаю, для ивента соло-боев это будет красиво, вряд ли будет что-то из этого плохое, как по мне и ботинок, и зуб вампира прям делают 10 из 10, и как бы еще один момент это то, что, ну, бицуха, вот с бицухой, конечно, вопросики возникают, сможешь ли ты ее набить, как бы все дела, но судя по этому бою, который у нас стандартный, если не ошибаюсь, да, сложно 45, Поэтому, думаю, будет все норм. Опять жеретников, правда, многовато. Ну, интересно, кстати, посмотреть, сейчас будет в соло-боях, потому что я в соло-бои давненько не играл, просто в ивенты, если не ошибаюсь, я как бы не знаю, есть ли тут боты и в каком они количестве, потому что Одного бота можно, в принципе, победить, но если ботов больше, чем один, то это уже возникает проблемка небольшая, именно так. Разбивать будем с лука, потому что гранатка нам еще пригодится. Вот это вот сделать, да, пригодилось. Ладно, убиваем бота, хотя можно было просто убивать луком, вот я сейчас зря ошибку делаю, убиваю там гранаты, как бы их лучше всего не тратить лишний раз. Ну ладно, что сделаем, то сделано. Бочки, кстати, тоже слуха лучше разбивать, потому что кдшка лука самая быстрая здесь, лук это основное оружие. Ну что же, боты вы где? Или точнее игроки. Ну, в общем, что побьется против того, и будем играть. Так этот, походу, убежал и умер, да? Ладно, либо он в музее торчит, этот ботик последний, либо я не знаю. Ага, во, кого-то нашел. Боты, зацените, даже тут боты. Офигеть. И это бот. Ну, конечно, не спорю, мне нравится против ботов играть. Намного попроще, чем против игроков. Вообще, изи, походу, сейчас надо стало поиграть. До 1200 рейтинга, наверное. Свыше, наверное, уже нет смысла. Еще ботико. Это ты ко мне прибежал вовремя. Ну, блин, как-то скучно. Такое ощущение, что резко где-то все игроки в игре пропали, но такого не может быть. Ну, не могли не, извиняюсь, куда-то резко попасть. У меня, кстати, на максе первобытный инстинкт, ребятки, но я вам его сейчас пока не буду объяснять. Потом посмотрим, оценим, так сказать. Блин, какая же это. Ну, вы видели, просто 11-го Брюса сбрил за лук. Причем этот лук отдышится со скоростью. Ну, вот смотрите. Опа, вы побегали немножко, да? И вы опять можете фл-хп сносить. Ну, представили, насколько же это имбово, когда у вас есть такой лук. Слабый персонаж, чё? Очень слабый. Особенно с бицухой. Вообще прям такой слабый, что я не знаю, что с ним делать, чтобы не убивать всего, что шевелится. Ну, опять же. Соло-бои катать сейчас. Изи-быстрейтинг. Не напрягаясь. Хороший вариант теперь стал. Особенно с тем, что вообще противников нету. Нигде. Вот даже бот до сих пор, смотрите, бегает просто. Боты, наверное, друг друга. Смотрите, бот опять. Опять бот. Опять бот. Это нереальный игрок был. Это пол-бот. Еще если гидранд-дробовиком, но осуждаю-осуждаю. Я тоже хотел легендард-дробовик. Это тоже, кстати, бот был. А сидеть просто фул-боты. Мне такие, не, ну, знаете, мне так он нравится. Изи просто набиваем себе буст. Конечно, 20 очков маловато, надбил 170. Но это все-таки несложный бой, да? Но заметьте, кстати, боты 11-го уровня почему-то мне попадаются. Вопрос, почему? Почему? То есть, я так понимаю, для сейчас такого рейтинга, который у меня стоит 9, ну, 980, да? Подходящий боты это 11-го уровня. Мне что-то кажется, что боты именно как раз под уровень у нас подделать. Точнее, не под уровень, под рейтинг подделывается. На жабы, как всегда. Так, следующий этап 105. Окей, погнали. Я думаю, за один бой мы лутанем красивенько. Пока что у меня вообще не вижу, что нас может остановить в этих боях. Потому что, ну, вы сами все видите. Боты, боты, боты. Приходишь с лука, нажимаешь кнопку в одну и все умирает. Изи. Да. Вот так вот. Интересно, конечно. Гипплей, кстати, это, скорее всего, игрок. Судя по неадекватным действиям. О, верите, верите. Игрок. Мне кажется, его сейчас боты убьют. Потому что сейчас, когда против вас такие боты играют, игроки, которые, ну, вот раньше не играли, ну, вы их в виде, в принципе, видели. Ого, первобытный инстинкт. Ничего себе, 12 уровень. Это, походу, тоже бот. Потому что я крайне не уверен, что на 12 уровне может быть не бот с первобытным инстинктом. Ну, вот шанс почти нулевой. Заметьте, бот на лизе. Ай, как промахнуться на еноте. Сейчас, как мне, чекайте, сейчас мне убьют. Заценили, да? Сейчас лизе меня просто шотнуло бы. Ммм. Вот. К чему я говорил, кстати, ребятки? Да, я ж не договорил суть. Вот эти боты, они сейчас намного сильнее, чем игроки, которые играют на этом ретне, которые играли на этом ретне раньше. Видите, они же куда-то пропали сюда, да? Так вот. У меня мысль. Эти боты, походу, всех их выжили. Просто этих игроков на более низкий рейтинг, скорее всего. Ну, вы понимаете, да, кто сейчас умер и кто не очень игрок. Это я. Ну, блин, ну, просто это граната одиночная. И это лизе с канистрогелем. Ну, с чем она еще могла быть? Конечно же, бот будет с канистрогелем и лизе играть. Ну, конечно же. Ой, короче. В общем, они еще и ботов адекватными сделали, но это вообще беспредел. Сейчас бы еще ботов адекватными делать на таком рейтинге, но это надо, конечно, разорвом. Ну, в общем, что мы, кстати, все теперь игроки, видимо, ниже, чем 900 рейтинга находится. Ну, очевидно, ниже, чем 1000, ну, я имею в виду неадекватные игроки. Потому что, ну, как это по-другому описать, да? Не может другого быть. Так, у нас тут целых три серебряные гранаты. И бот. Нет, это реально бот, да? Или нет? Ну, 12 уровень. Или мы рейтинг же не подняли? По идее, не должно быть 12 уровня. О, кстати, и нот забрал легендарный лук. Блин. О, игрок, смотрите, игрок. Это игрок. Блин, я с него аптечку не выбил. Ладно, неважно. Просто вот, кстати, момент есть такой интересный. Вы можете немножечко обузиться на игроках. То есть у вас примерно 0 аптечек на Максе, да? Вы видите игрока другого, который против вас играет, да? Вы можете очень круто штуку противную сделать. То есть вы можете взять вашего инота Макса, прыгнуть на него активным навыком, выбить с него одну аптечку. Ну, если у него нет других предметов, да? И после этого убить его. И у вас с него получится еще одна аптечка. И того у вас будет плюс 2 аптечки. Изи, изи. Какой же я царь? Спокойно, спокойно, не бомбим. И хамелеон здесь из ниоткуда. Вы нормальный вообще? Хочешь бот и душнее, а? Это вряд ли бот был, это я был, скорее всего, игрок. А чё не икс убежал? Как-то странно. Ладно, неважно. Там где-то юнот бегает с легендарным луком. Мне вот это больше всего пугает, потому что я хоть и с бицухой, но... Нормально, сойдет. Сойдет. Не все так плохо, то что я сделал. Я просто подумал, сейчас леп меня это самое, оставит без аптечки. Но, к счастью, он меня не оставил без аптечки. Шесть у нас получится бицух. Юнот Макс продолжает дальше нагибать. Я с кустом выходить не буду, ясное дело. Будем использовать преимущество нашего персонажа. Так, лутаем. Лутаем еще. Копье серебряное бы залутать. Ого, походу здесь юнот Макс был, да? Это бот или не бот, я что-то не очень понимаю. То ли он какой-то странный, то ли бот, то ли он меня увидел и решил у меня сдаться. В общем, я не знаю, что это было, ребята. Но, как говорится, мы победили 400-го енота. Потому что он бандит, а мы гонщик. Логично. Зацените, сейчас вылезет. Ошибся, ошибся, бывает. Ну что, где? Я уж подумал, там кто-то сидит, а как бойчика на краю совпадения. Странно. Ну ладно, добиваем себе фраги. Кстати, этот енот мог слиться, знаете, для чего? Потому что у него, ему рейтинг не хотелось бустить. И он посмотрел, что там уже количество, и решил мне отдаться. Возможно. Опять же, это просто логика у меня такая. Кстати, смотрите, игрок, это не бот, если что. Это был не бот, если что, ребята. Это был и реальный игрок. Да, неожиданно, неожиданно. 180 очков, кстати. Вот примерно в среднем нужно где-то по 180 очков за бой на енотике сейчас и брать. В принципе, ивентик за 3-4 боя мы сможем пройти быстренько. Ну, по крайней мере, дойти до какого-то адекватного уровня. Возможно, посмотреть, что там по гемам сколько стоит, да? Ну, где мы точно еще посмотрим. Так. Около адреналина. Ну, нормально, короче. Лутается потихонечку, спокойненько. Кем и 170. Ну, в принципе, за то, что здесь, я думаю, запустилось оно 4 часа назад, думаю. Не более. То есть, один день 20 часов, и того это, это 44 часа. 44 часа, плюс поспать дважды по 8, да. Ну, что-то маловато времени остается. С чем-то часов 32, что ли? Или даже меньше. Нет, меньше. Намного меньше остается. Часов 28 остается. Ну, в общем. За 28 часов можно, по идее, успеть сбегать на этот инвент. Плюс стартовая энергия. Таи. Ой, 28 делим на 4 слож. 7 раз получается. 7 плюс 3, 10 раз. За 10 раз вы сможете по сотке примерно залутать. В среднем 700. Ну, можно спокойно залутать. Четвертый этап, возможно, даже пятый. Надо, короче, сейчас посмотреть будет. Давайте еще боец играем. Ну, я так считаю, знаете, ребятки, сейчас на бум. Поэтому, может быть, не точно считано. Мне вроде как показалось, что по времени плюс-минус так и должно быть. Хотя по сотке, опять же, не каждый возьмет. И у каждого есть не нот. Плюс уровень не нота, но должен быть не то чтобы... Ё-моё. Кажется, лук меня отжали. Повезло. И гранатку блюсь не взял. А то были бы у меня сейчас проблемы. А вы видели этот прикол? То есть он мне атакует не этих ребят, да? С канистры гелия, серьезно? Это, кстати, игрок, это не бот. Да что ты меня стреляешь, ну? Как же он бесит? Как же не адеквата, а? Я, кстати, с льва выбил аптечку. Бот меня добил. Ну, вы понимаете, да кто же мог еще? Спокойно, просто не бомбим. Просто какие-то больные игроки играют с канистры гелия на пингвинах. Я, конечно, не спорю, это профитная штука на пингвине. Тут не поспоришь. Но, блин, серьезно, канистры гелия на пингвине. Когда у тебя три слота... Слог нету. На скиле играть не могут, зато играют с канистры гелия. Ладно, не будем об этих игроках, в принципе. Смысла нету, о них ничего говорить. Кстати, карта у нас снова вроде выйдет сегодня, наверное. Она уже, наверное, вышла даже, скорее всего. Но это не точно. Ладно. Чего-то загрузка такая долгая. Ботов не догрузили или что? Ты заметьте, я вот начал играть в салабои, у меня перестали боты попадаться. Начали попадаться какие-то игроки постоянно. Почти шотнули панду, понимаю. Конечно, он убежал. Активный навык можно нажиматься, когда мне это нужно? Итак, у нас золотой лук есть, в принципе, можно уже идти драться. Чисто за счет лука, да. Больше-то ничего не надо. Граната вообще на мой еноте такая бесполезная штука. Ты ее кидаешь, она пока взорвется, пройдет сто лет, и все уже разбегутся сто раз. И это бесит очень сильно. Так. Да откуда ты взялся? Они еще издеваются? Они еще всем ботам запихнули? Мне бы и дали, насквозь прошел. Ля-ля-ля, какой же... Вот это понимаю, лев. Да нет, ну посмотрите, это канистр гели опять. Да не может быть, что это ботский гели, ну нет. Ну, чтобы у каждого бота была канистр гели, да я не верю в это. Это реально был игрок, получается сейчас. Каче слабо верится, но, походу, был реальный игрок. Покушайте неадекват, откуда они вообще берутся. О, зацените. А нет, все-таки не панда, показалось. А вот и панда. Блин, ну панда так стреляет, это явно не босс. Боты точно бы попали. А этот, ну босс, явно не попадает. Зато бочек удобно ломать. Вот для чего граната должна была и нога. Мы, наконец-то, нашли секретный смысл гранаты. Точнее, основной, видимо. Секретный, это надо домашних игроков. Ладно, что-нибудь сейчас придумаем. Бочек, правда, нету, чтобы подойти к панде. Незаметно. Ну попробуем, че. Мы же не самые слабые на енотах. Хотя активным навыкам, как вы заметили, я очень хорошо попадаю. Тэм очень. Можно, в принципе, пойти сейчас в кусты, получить от них преимущество. Там еще целых девять противников где-то тусуются. Кучни, что-то бот. Ага, вот и панда. Опа, минус гранатка с панды. Панда, пока ее пытался залутать, мы красивенько его задамажили. А это уже на ботика похоже. Хотя не очень похоже, может, не ботик. Вот это точно игрок был. Бот так не действует. Они сначала стреляют, а потом бегут. Ну, в общем, они действуют немножко полыше, чем вот этот вот игрок. А вот и противничек, я его увидел снизу. А, нет, я попался таким навыкам. Он думает, что я его не вижу, серьезно? Это была пантера, непонятно с каким количеством хп, непонятно вообще, что она там делала. Ничего не понятно по пантере. Нет, это боты или игроки? Я так и не могу разобрать. Вроде бы, вообще, непонятно, как всегда. Просто боты обычно они еще не прячутся. По бочкам, по вот этим всем штукам. По кустам, они дерутся. Попадаем, попадаем. Ну, кстати, краба просто на изи разваливаем. В 90-м уровне, 13-м енотам. Вообще не чувствую краба. Но опять же, пицуха может сильно роляет. Блин, один бой победный на 180-м, второй бой на 20-м. Ну, хорошо, эти рандомные бои в зубе. Так, ну что ж, ребятки, это, скорее всего, последний бой будет. Хотя, возможно, я сыграю бои сейчас без видео и просто вам в конце видео покажу результат, что там будет по очкам на на легендарный ящик у меня. На изумрудном еще посмотрим. Ну, кстати, да. Сейчас давайте через один бой посмотрим, что у нас будет на легендарный ящик. И золотаем его, скорее всего. Какие вот дела. Ну, что ж, ребятки, взял я еще плюс 180 очков. Получается, у нас всего лишь было 4 боя победных, да? Из них первый бой был 110 или 120. Остальные по 180. Ну и, в общем, вот. Сейчас будем открывать сундуки. Кстати, я могу сказать, что по поводу 12 уровней это все были боты. Я только что играл бой там. Ну, они прям видно, что ведут себя как боты. Они у них все хники стандартные. Они без кланов бегают 100%. И самое интересное то, что в бою игроки, да, другие, их буквально двое-трое, может даже один против, ну, попадается. И это какие-то низкие уровни. Там седьмые, восьмые. И их просто вот так вот берут и уничтожают эти боты. Видимо, реально так сделали, чтобы пофиксить баланс, походу. Ну, в общем, у меня слов нет. Повышают уровень игры через скилловых ботов. Ох уж эти разрабы. Нищут они легких путей. Ну, ладно, давайте открывать. У нас есть сброс. Счастье. Счастье есть сброс, да. Ну, ладно. Кролик с Киппи получше будет. 400 очков. 400 очков нужно, чтобы залутать легендарный сундучок. Такие вот дела. Сколько это еще? Есть еще два боя. Получается 6 боев на максе. Ладно, 3 боя. Пусть будет 7 боев на максе. Результативных по 180 очков. В среднем, да, к примеру. Ну, ладно, пусть будет по 160, чтобы было, да. 7 боев по 160 и у вас, как бы, легендарный сундук. 5 этапов пройдено. Плюс 400. Сколько там? 460 гемов вроде было, да. Или 360. Ну, я точно не помню. В общем, ивентик да пройду. Сундучок открою. Может быть, в следующем видео в каком-нибудь вставлю, что нам с него выпало. Ребятки, вот он, да, бузиный енот. Так сказать, доделал я квестик. Да, давайте открывать сундучок, посмотрим, что снова выпадет. Енот! Та-да! Ну, раз енот выпал, енота оставим. Енота скипать я точно не хочу. Персонаж, ну, очень хорош. Опять же, пиццу, вы заметили, как падает, да? 14 легендарный сундук. До прогнанного награда вообще не падает. Вообще от слова совсем. Зато охраннички. Значочки. О! 2 и 3. 4 значка охранника из 5 персонажей. Ну и, конечно же, бомба молотва, которая тоже очень полезна, в кавычках, нет. Ну, вот такие вот реалии. Зацените, ребятки. Я сделал еще случайный скин. Тут, кажется, 20 очков всего лишь надо. Лучше разрабы, конечно. Ну, вообще, на самом деле, это щедро. Потому что ивент проходится, ну, если у вас есть енот, можно забудить ему рейтинг, слить, да? И пройти за 7 боев за 8, не напрягаясь вообще. Ну, вот реально нет. Хотя, ладно. Ну, средние бои такие играть. По 7, по 8 боев. И у вас, как бы, фул награды, скин, монеты, легендарность, с изумрудным сундуки, гемов немножко. Я считаю, это красиво. Давайте залутаем. Неожиданно, конечно. Ну, и скинчик у меня есть, поэтому он мне второй раз не дадут его, конечно. Ну, что поделать, то поделать. Да, и вот она, видите, это акция, которая должна была стоить 2 400. Точнее, которая стала раньше 2 400, теперь 8 250. Говорится, кто успел, тот успел. Такие его дела, на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.